Полусотни лошадей погибло в Павлодарской области. Три дня назад их обнаружили между селами Максимовка и Розовка. Специалисты сразу исключили опасные инфекционные заболевания. Но для восстановления причин взяли пробы на экспертизу. Результаты будут через несколько дней. Первый день после сообщения о массовой гибели лошадей ветеринара нашли 27 трупов животных. У всех были раздуты животы и явные последствия диареи. Признаков сибирской язвы специалисты не обнаружили. По всей видимости, скот погиб от пищевого отравления, предполагают специалисты. Они сразу же направили патологический материал на экспертизу. Было видно, что у животных переполнен желудочно-кишечный тракт. Первое подозрение у нас было отравление или интоксикация организма. Какими-то животными были, у животных была шаткая походка. Весь табун лошадей изолировали на животноводческой базе. Третий день ветеринары наблюдают за их состоянием. Сегодня проверили температуру у самых слабых. Многие уже пошли на поправку. Ветеринары предполагают, что лошади чем-то отравились. Недавно табун перегнали на списанные поля, где посеяли озимую рожь. Возможно, там лошади наелись подмерзших из обродивших колосков. Это первый раз они попали на рожь и покушали рожь. Будем ждать лабораторные исследования, а там уже будем знать. То есть там уже скажут, отравились эти лошади или объелись. Большую часть павших животных уже утилизировали и захоронили в степи. Как оказалось, специального скотомогильника в селе нет. Мы точно не знаем, от чего умерли животные. Поэтому, чтобы обезопаситься, сразу же вырыли траншею и сожгли все трупы. Ямы засыпали землей и вот теперь охраняем. По данным вид службы, все поголовье скота, в том числе и лошади, прошли все виды вакцинации от опасных инфекций. Ветеринары уверены, что какого-либо очага заражения здесь нет. Но на всякий случай, сегодня в Максимовку приехала трупосжигательная машина. Эпидемиологическая ситуация в населенном пункте взята на контроль. Ербулавишев, Давлен Кушхарбаев, Марат Игриков из Павлодарской области, Хабар, 24.